До сегодняшнего дня в Совет Банков ЕАЭС входило четыре страны. Россия, Белоруссия, Армения и Казахстан. Киргизия со своим правительственным банком стала пятым партнером, который готов к тесным экономическим связям, кстати, прерванным из-за распада Советского Союза. Надеемся, что с вступлением в данный совет каким-то образом восстановить данные связи в целях финансирования, финансирования, поддержки отечественных киргизских предпринимателей в целях импортозамещения и экспортированной деятельности. Сотрудничать киргизы намерены в основном в сфере сельского хозяйства, готовы экспортировать и железобетонные изделия. Портфель совместных проектов сегодня пополнился и у России с Белоруссией. Финансовые институты двух стран договорились о партнерстве по реализации экспортных проектов путем предоставления взаимных кредитных линий. Здесь речь идет о проектах в сфере металлургии, энергетического и транспортного машиностроения. Для Белоруссии кооперационные связи особенно важны. Вы знаете, что Республика Беларусь в наследство от Советского Союза получила предприятия, глубоко интегрированные в экономику Советского Союза. И наши флагманы машиностроения до 50% используют комплектующую из СНГ, в основном из Российской Федерации. Поэтому, поддерживая белорусский экспорт, мы косвенно поддерживаем экспорт из других стран Евразийского экономического союза. Согласно же уже действующему кредитному договору, Внешэкономбанк предоставляет правительству Беларуси 500 миллионов долларов США на финансирование и строительство первой атомной электростанции. В Казахстане и Армении Российский банк также финансирует проект модернизации электросетевого оборудования. Заседание стран-членов Евразийского экономического совета проходило при участии министра Евразийской экономической комиссии, который со своей стороны обещает создавать все условия для облегчения экспорта. План действий главы банков развития обсудили на год вперед. Основные акценты страны решили выстраивать в пользу поддержки экспорта ориентированного среднего бизнеса и проектов в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Мы намерены, прежде всего, поддерживать проекты, которые генерят продукцию с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичной и конкурентоспособной. Будем выращивать и поддерживать всяческий средний бизнес, которому необходимы инвестиции, которому необходима финансовая поддержка в виде кредитов, которому необходима административная поддержка, чтобы он себя комфортно чувствовал не только внутри каждой из наших стран, но и в рамках всего Евразийского экономического союза, а также мы будем поддерживать их в намерении выходить на рынки третьих стран. Обсудили главу банков развития и тему экономического пояса шелкового пути. Завтра же банкиры обсудят создание исламских банков. В Сочи состоится заседание деловых советов России и Бахрейна.